С вашей точки зрения, русские и украинцы – это всё же один народ? Я думаю, что он не один. Близнецы-братья. Дело в том, что Украина-то разделена на два, чётко разделена на два, на проевропейскую и проордынскую. Вот поэтому ситуация... А Русь – это всё Орда. Если Украина – это частью, она там одной ногой стоит в Европе, то Русь-то она 100% Орда. Русь никакой своей частью в Западной Европе никогда не была. Ну, Пётр Первый там прорубил окно, масоны там, понимаешь, заехали. От этого там у нас какая-то западность. Вот коллега Кургиня, мы там Запад. Какой мы Запад, понимаешь? Украина – это Европа, а москалей – это Орда. Вот здесь и раскол. Какую роль играет Дзянь Дзимин и его сторонники в китайской политике? Он главный оппонент фракции Си Цзиньпина. Я вам приведу пример, который может быть проверен. Значит, при Мао Цзэдуне деньги, а деньги – это символы. Значит, у китайцев Жэньмэньби – народные деньги. Вот они имели следующие бумажки. Значит, главная бумажка, ну, самая большая бумажка была 10 юаней. 10 юаней. И, ну, почему там? Трудодень был там, трифыня. Вот. Значит, ну, зарплата была у Дэн Си Цзиньпина 200 юаней. Вот. Поэтому самая большая бумажка была 10 юаней. На ней было изображено 10 человек. Значит, рабочих, там, крестьян, солдат, значит, интеллигентов и прочее. 10 человек. То есть, неграмотный китайец, посчитав по головам, точно знал, что это 10 юаней. А, значит, вот это, ну, как это она у нас называлась-то? У нас перестройка, а у них это называлось Кайфангэгэ. Значит, вот этот курс Дэн Си Цзиньпина – реформа открытости. И была напечатана бумажка 100 юаней. Она была синего цвета. И на ней были, собственно говоря, представлены китайские кланы. Мао Цзэ Дун, Лю Ша Цзинь и Джен Лай. И четвертым был Джудэ – это армия. То есть, винтовка вырождает власть – это Джудэ. А союз кланов вокруг преслого предков с оттенками цвета, значит, срединного государства – это социализм китайский специфик, 8 иероглиф. Джунгл Тхэсэ до Шаху и Джуи. Значит, это… А эти Тхэсэ, этих социализм китайский специфик Тхэсэ – это специфик – это оттенки цвета. И эти цвета – красный, жёлтый и синий. И вот Мао Цзэ Дун – это красные. Это интерн-маоизм. Вот это сообщество единой судьбы человечества – это красное. Красный проект. Блогер с названием «Китая ветка» этого не понимает. Значит, жёлтый – это националисты. Китай – жёлтая нация. Жёлтая река, жёлтый император – это китайский национализм. Это Лю Шао Цзэ. И его линия, и его последователи. И синий – это интерн от Коминтерна. Это либерализм. Друзья Доллара США, то, что блогер под названием «Китая ветка» называет «комсомольца». Это Джон Лай. Джон Лай был замсекретаря Коминтерна от Китая. Так вот, если вопрос идёт о том, кто такой Дзинзимень, так вот, Дзинзимень – это линия красная. Красная. И вы можете увидеть это в роликах, поскольку на последнем съезде, на девятнадцатом съезде КПК, Дзинзимень выкрасил остатки волос хной и пришёл на заседание съезда с красной шевелёром. Китайский народ это увидит. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, Дзинзимень, и это что за линия? Это линия Маоистов. А Маоисты – это китайский марксизм. А Си Цзиньпин – это жёлтые. Это китайский национал-социализм. А то, что блогер с названием «Китэйвит» вовил, говорит, что это, значит, какие-то там эти комсомольцы, это линия синяя, либеральная, друзей доллара США. Она продолжает линию от Джунла. Так устроен китайский Бомон. При этом, после следующей бумажки, а символы на деньгах, это очень важный символ, который соединяет. Это была бумажка 100 юаней, которая современная. А что на ней? Она красная. До этого была синяя бумажка. А эта бумажка красная с Мао Цзэдуном. Какую бумажку напечатает китайский банк после 20-го съезда, мы увидим. Но думаю, что будет смена бумажки. Чем принципиально отличается китайский проект «Сообщество единой судьбы человечества» от проекта «Большая Евразия, Третья Орда». Но «Большая Евразия, Третья Орда» он не глобальный. Он мировой проект в части, касающийся наследников Единого государства Чингисхана и социалистического лагеря Сталина. Это то, что под себя должно забрать, так сказать, тихианство. с переходом, так сказать, центра жизни, экономической жизни и жизнедеятельности вообще на планеты из Атлантического бассейна в Тихианский. А создание «Единого судьбы человечества» это наследники проекта, красного проекта коммунина, светлого, будущего человечества. Это глобализм. Поэтому «Большая Евразия, Третья Орда» это еще не глобализм. Это то, что может быть опорой глобального проекта. То есть «Большая Евразия, Третья Орда» может быть опорой, силовой, точкой приложения силы, глобализма не по лекалам трансгуманистов. но сам по себе проект «Единая судьба человечества» это новое небо и новая земля. И в этой части нужен поводырь, нужна система координат, навигации. Вот эту навигацию должен выдать проект «Большая Евразия, Третья Орда». А по этой навигации опираясь на совокупную мощь Китая и можно привести к тому, что в Писании написано «Новое небо и новая земля», на которых обитает право. Я вот так прокомментирую. Я в целом согласен с этикой «пять выше», но один пункт не совсем понятен. Власть выше собственности. Растолкуйте, пожалуйста. это очень понятно. Власть выше собственности это я всех коррупционеров, которые хотят купить мою власть, я им голову отрублю. Вот что такое власть выше собственности. А собственность выше власти это я вашу демократию всю куплю, проплачу, понимаешь ли, выборы, выборы состоятся на деньги, которые выделены для того, чтобы эти выборы состоялись. купим весь закон, который будет трактоваться и утверждать, чтобы диктатура закона, диктатура на деньги. Какой на деньги закон примут, такой и будет выполняться. Вот что такое собственности выше властью? Либерализм это деньги выше, деньги выше власть. Либерализм это деньги выше власть. Как выглядит мандат от неба? Это символ, жест или фраза? И кто его выдает? Мандат неба выдает небо. Значит, как оно его выдает, этот мандат неба? Вот у вас ничего не получается. Взялись, понимаешь, и что, и ничего. Значит, все силами, всем помыслами что-то делали, и ничего не получилось. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот что такое, когда нет мандата неба. А когда мандат неба есть, то есть речь идет о резонансах с энергиями космоса. Сердце стучит, сердце стучит. Это не цифра, это волна, это частота пульс, да? На этой частоте частоты модуляции. И если это частота сердца на тех модуляциях, которые, так сказать, определяют это сердце, так сказать, мне люблю-не люблю, нравится-не нравится, мое-не мое, находится в резонансе с энергиями космоса, с этой самой волей неба, с этим самым мандатом неба, тогда все получается. Тогда самое маленькие усилия, политические усилия это власти. Еще раз говорю, власти, а не денег, хотя и деньги тоже, потому что деньги это инструмент. Они самые маленькие усилия, если они находятся в резонансе с этими энергиями космоса, тогда будет все получаться. Ну, приведу пример с приливами и отливами. Отлив. Вода ушла, лодка сидит на камнях или там на песке, и вот понимаешь ли, без всякой воли неба, без мандата неба, значит, только упираясь на, так сказать, волю человека. Все дружно толкают эту лодку к воде, а она засела на камнях и не двигается. А что такое воля неба? Дождись, когда будет прилив, она сама поплывет. Мандат неба это у тех, которые познали эти циклы и могут поймать фазу, знают как исчислить фазу и сесть на эту приливную волну. Про это небо политика. Власть от неба это как ловить кайросы, как ловить фазы, чего приливы и отливы. Какова на ваш взгляд вероятность ядерного конфликта в ближайшей перспективе? Никакой. Ядерной войны не будет. Она не нужна планировщику. Все рассказы это пугалки. Пугалки нужны для того, чтобы решить задачу. Какую задачу? Победы. А вершины военного искусства это победа без применения оружия. Победа без применения оружия. Поэтому сколько там не рассказывают про реактивные системы залпы, огня, Хаммерс, или понимаешь применение тактического ядерного оружия, эскалации, которую приведет глобальную ядерную войну, это бесконечный путь хитрости, потому что это стратегемы, а планировщик собрался выиграть эту большую игру без применения оружия. на вершине военного искусства. Кто у нас занимается военным искусством? Министр обороны? Он что, в военном искусстве познал великое да? Кто? Путин? Кто? Как так получилось, что Китай закрыл небо для российских самолетов? Мы же страны-союзники. Кто вам сказал, что мы страны-союзники? Это откуда взялось? В официальном документах, понимаешь, российско-китайские отношения написано, что великая новость, отношения нового типа, это то, что Россия и Китай не являются союзниками. Китайцы прагматичные. Если бы Россия летала на самолетах Ил-18 или Ту-154, то небо они бы не закрыли. А поскольку они, наши аэрофлоты и прочие летают на каких-то Боингах и Аэробасах, а Запад сказал, что это не ваши самолеты, это наши самолеты, вот он и закрыл этот самый небо. Почему? Потому что сам Китай летает на Аэробасах и на Боингах. А последний, последний Ту-154 я пытался продать Китайцы. Была подписан контракт на 6 самолетов Ту-154. Соответствующие ролики были на канале 1. Ну, тогда он назывался Останкино. Иначе делать. Упал Ту-154 168 трупов и Политбюро приняло решение советский самолет не покупать. Это моя история. Я последний Ту-154 продавал Китайцам. Расскажите поподробнее об астрологии. Что вы знаете о математической астрологии Индии и о психологической астрологии Китая? И как вы считаете насколько полезно и важно для каждого человека изучить влияние планеты Сатурн на свой гороскоп и на планету в целом? Ведь эра Водолея управляется Сатурном, а тысячелетия Субботы это же тысячелетия Сатурна. И насколько в образе победы будущего будут проявлены энергии космоса и планет? Вопрос такой умозрительный Начну я его с того что у нас есть биология астрология и другие логии в то время как движением небесных тел занимаются не астрология а астрономия корень другой и говоря об астрологии нужно я должен заметить что вот математика она исходит из каких-то аксиом а после этого на эти аксиомы наворачивается соответствующие исчисления и выводы и астрология она опирается на какие-то крыльгольные камни вот и из них выстраивает какие-то значит там исчисления и выводы при этом астрология западная количество созвездий значит их движения там имеет одну матрицу а китайское небо имеет другую матрицу календарь соответственно разный астрология западная она держится на григорианском календаре астрология китайская держится на циклическом календаре григорианский календарь линейный а на небе линейности нету но даты даты берутся григорианские соответственные выводы будут с некоторым с некоторой спецификой папа григорий 13 озабоченный так сказать новым временем а новое время это григорианский календарь который царствует в исчислениях у наших замечательных астрологов озаботился так сказать как привязать так сказать циклы к линейке как перемены привязать к прогрессу прогресс линейный перемены циклические и послал ну там это не буду рассказать из коллегер там эти питали устава это все прочее братья иезуиты которые временем занимались под пасхалин все замечательно послал матео ричи монах кутолич иезуита в китай и тот кто развертывал так сказать китайские циклы на линейку григорий поэтому значит календарь привязали а вот небо не привязали и хотя эти католики проникли так сказать в департамент так сказать звездного неба китайских императоров значит ну там это конситель лун там вот эти и там заняли определенные позиции тем не менее китайская астрология осталась сама по себе и китайские даосы а даосы у китайцев отвечают за натур философию и за небо вот они по-своему все считают и соответственно китайцы строят свою политику не не по западной астрологии а по своей поэтому дуглас норд есть такой нобельский лауреат по экономике он в свое время сказал же все то что происходит в китае ни одна западная теория объяснить не может не может почему китайцы считают по-своему и и соответственно политику строят по исчислению от своего вот и если меня спрашивает там замечательный астролог как сатурн там туда-сюда у китайцев сатурна нет вы посмотрели как называется китайские созвездия и как с ними работают вот поэтому ваша западная останется вашим а китайская останется китайцем и виднейший масон Киплин отрекомендовал следующие фразы восток есть восток а запад есть запад им не сойтись до судного дня то есть когда мир не видим и станет видим вот и все музей конструктор будущего существует на добровольные взносы тех кто ищет правду поэтому те кто ищет правду взносами добровольными взносами на поддержание этого канала правды вы те кто ищет правду те кто неравнодушен к тому что будет что потом поддержите значит доведение смыслов до лиц принимающих решения их помощников и широких народных масс у Субтитры подогнал «Симон»!